Всем привет! С вами Алексей Рыжов, я в Кругосветке. Сейчас живу, работаю в Китае и рассказываю вам о жизни в Китае. Этим видео я закончу тему по поиску и описанию работы в Китае. Но для начала мы сменим обстановочку. Вот мы перебрались на новое, более живописное местечко. Это наша крыша. Потом сделаю обязательно обзор квартирки нашей. И нашего дома. Мы живем в центре Дон Гуана. В двух предыдущих видео я рассказывал про работу, зарплату и подработку. И в этом видео я расскажу про то, как найти эту работу и подработку. Я, наверное, не буду подробно говорить про сайты по поиску работы, а просто оставлю ссылочки в описании. Расскажу то, как обычно ищут ту работу, про которую я рассказывал в первом видео в Китае. Здесь очень активно используется приложение WeChat. Это такая смесь мессенджера и соцсети. В нем есть группы. Эти группы могут быть тематические. И вот как раз по поводу работы создаются тематические группы, которые могут быть привязаны либо к конкретному городу, области, либо сферы самой работы. То есть, допустим, группа по учителям или группа по моделям и так далее. Более подробно расскажу, как именно мы нашли и искали работу и подработку. Мы подписались на огромное количество групп и уже отслеживали конкретные объявления. У нас были требования по городам, непосредственно, которые находятся в провинции Гуандон. Это южная провинция Китая. После того, как вы найдете интересное для вас сообщение, вы контактируете непосредственно с отправителем. Это может быть либо агент, либо прямой работодатель. Но в основном это агенты. Здесь специфика своя. И есть два варианта работы через агента. Когда агент вас напрямую связывает с работодателем, и он уже договорился о своей комиссии. Второй вариант – это работа по контракту через агента. Такие тоже есть, но такие предложения я сразу отсеивал, так как большой риск просто не получить свою зарплату. И я видел очень много сообщений, когда люди жаловались, что агенты им просто не выплачивали зарплату. О работе учителя вас попросят также выслать селф-интро-видео, выслать ваше резюме, и если у вас есть таковые, выслать видео примеров ваших уроков. Для работы учителя вас также могут попросить о дипломе. И, кстати, это обязательное условие – иметь высшее образование. Не обязательно иметь педагогическое образование, но диплом о высшем образовании у вас должен быть. Его обязательно вас попросят показать. Подытожу. Самый быстрый и простой способ найти работу в Китае – это использовать WeChat, то есть группы WeChat. Их можно найти в российских соцсетях, например, ВКонтакте, в Фейсбуке. Есть тематические группы по группам в WeChat. Есть определенная особенность. Максимальное количество участников группы – это 500. В самих группах, когда вы уже войдете, можете поспрашивать людей, просто поделиться с вами группами. Есть добрые люди, которые вас добавят в различные группы. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Пока-пока. Путешествуйте больше. После того, как вы найдете... Это было очень приятно. Подошел человек и высморкнулся. Их можно найти в российских соцсетях. Да, я делаю. Я делаю на самом деле. It's okay. И, кстати, подобный... Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.